Привет всем, с вами Резмитрий Рашенко. Сегодня поговорим об отмене решения о приеме гражданства, то есть когда это происходит, какие есть факторы к этому, основания. В учебной инициативе выступает МВД по миграции оригинального управления, где вы оформляете прием гражданства, возможно, ранее оформляли себе, или ваши близкие оформляют, и, соответственно, вы представляете документы, и далее проводится проверка по законности выданного вашего паспорта, имеется ли у вас сведения в базе и так далее. Скажу сразу, что у нас не отменяется решение о приеме гражданства, если вы получили гражданство по рождению на территории Российской Федерации. Данный фактор, он закреплен, соответственно, в законе о гражданстве, и поэтому в этом случае никто не аннулирует паспорт у гражданина Российской Федерации, в случае, если еще раз подчеркну, данное гражданство приобретено по рождению. В иных случаях, то есть, когда вы проходите этап оформления приобретения гражданства, то есть, через РВП, вид на жительство, или через вид на жительство на гражданство, или через РВП на гражданство, в общем порядке, в упрощенном порядке, то в данном случае, естественно, у нас есть факторы, которые могут стать следствием отмены решения о приеме ваза гражданства Российской Федерации, и аннулирование паспорта России. Первое, с чем могут столкнуться, и, наверное, одна из таких частых проблем, это предоставление подложных документов, ложных сведений, указанное это в статье 22 Закона о гражданстве, в одном из пунктов, и, соответственно, в данном случае, когда вы подаете документы на прием гражданства, то в данном случае вы могли, например, предоставить подложные документы, это связанное с родством, с браком и так далее, то есть это могут быть и ваш, например, документ, паспорт, который вы ранее поменяли, поменяли фамилии, и у вас есть какие-то нарушения, например, и так далее, то есть использовали подложные документы с целью получения гражданства, то есть скрывали свои личные персональные данные, и в связи с этим были приняты гражданство, в последующем это выявилось, или ложные сведения, то есть когда, например, вы ссылаетесь в заявление, которое вы заполняете, а вы знаете, что, например, на гражданство это объемное заявление, то есть сведения отличаются, например, от той информации, которую предоставляют ваши близкие родственники, когда оформляют гражданство, или вы не указали какие-то моменты, когда вы заполняли ранее заявление, то есть здесь, в принципе, трактовать ложные сведения можно по-разному, и, к сожалению, четко они не прописаны в законе, и поэтому, когда происходит инициатива со стороны МВД, то здесь, естественно, всегда возникает ответный спор со стороны ответчика, потому что все это происходит по решению суда. Ну и второй фактор, это, естественно, решение в данном случае отмены решения о приеме гражданства, связанное с теоретической экстремистской деятельностью, в данном случае это достаточно сложные статьи, но вот если данный этот фактор есть, то, конечно, также МВД выступает с инициативой отмены решения приема гражданства, аннулирования паспорта Российской Федерации, то есть это связано именно с угрозой безопасности Конституционного строя Российской Федерации, и если вы не родились на территории России, то есть все факторы, что будет инициатива со стороны МВД, то есть административный иск подан в суд о том, чтобы отменить решение приема гражданства, аннулировать паспорт. Вот фактически у нас, ну, грубо говоря, два таких главных основания. Есть еще третий, это когда вы отказываетесь от приема, отказываетесь от принести присягу, помните, да, то есть у нас происходит сначала прием гражданства, потом уведомление в территориальное управление МВД, значит, далее вы обращаетесь к инспектору, согласовывается присяга, и вот на присяге есть определенный акт, в который вы подписываете, вы подписываете, приносите, отчитываете присягу, потом вы подписываете, потом инспектор, так вот, если вы отказываетесь принести присягу, то, соответственно, также отменяется решение приема гражданства в данном управлении, Поэтому это вот третий фактор, но он в принципе достаточно редкий, то есть это какие-то исключительные индивидуальные условия, по какой-то причине человек отказывается принести присягу. В практике вот за текущий момент это просто единичные случаи. Ну а основные, конечно, моменты это связаны с подложными документами, ложными сведениями. По статистике на прошлый год порядка 300, я уже говорил, было принято решение об отмене решения премии в гражданстве за прошлый год. Вот поэтому очень внимательно относитесь к тем сведениям, которые вы указываете. Тем более, когда вы подаете на гражданство и знаете, что ваши близкие, родственники, родители, дети, супруга могут в последующем также подавать на гражданство, будут указывать также сведения и предоставлять особенно оригинал вашего паспорта. Поэтому очень внимательно указывайте близких родственников, у нас есть эти сведения и в РВП, у нас эти сведения, вид на жительстве и в последующем, то есть все должно быть исходя из ваших документов. Если, конечно, есть фактор подделки документов, то есть, например, свидетельство о браке, когда, например, ты здесь женат, ты женат в своей стране был, то есть этот фактор может всплыть. Есть когда, уже тоже сталкивался. Есть вопросы со свидетельством о рождении, то есть фактически данное лицо, например, гражданин России не является вашим отцом, это как связано с однофамильцами и так далее. Есть факторы, которые связаны с подделкой документов о образовании, например, диплом, то есть этого диплома фактически не был выдан вузом и так далее. То есть я тоже с этим сталкивался уже моментами в практике и, естественно, поддельные документы и дальше МВД выходит уже с отменой решения приема граждан с аннулированием паспорта. Поэтому рано или поздно все равно этот фактор всплывает, особенно когда вы идете по возрасту менять или по утере паспорта, или в Российской Федерации внутреннего паспорта, то все равно проходят проверки. Поэтому данные факторы, данные нарушения, они все равно, как показывает практика, рано или поздно всплывают. И если у вас нет доказательств, то есть действительно были нарушения, то очень сложно оспорить в суде в качестве ответчика, потому что нужно представить доказательства, что у вас не было этого нарушения, что МВД, соответственно, в данном случае есть какие-то сведения, которые недостоверные, у них есть недостоверная информация. То есть очень сложные административные споры в рамках КАС. Поэтому рекомендую, если коль вы решили уже здесь оформлять статусы РВП, вид на жительство, гражданство, то очень внимательно относиться к тому, что вы заполняете, какие документы предоставляете, чтобы потом, в последующем, вот это потраченное время не было напрасным, ну и дать возможность своим близким и родным также уже спокойно оформлять статусы. Последнее, что хотел бы сказать, что в случае, если отменяется решение в отношении вас, например, за поддельные документы, то и в последующем, например, ну до этого, точнее, ваши близкие родственники оформили статус, гражданство получили, то в отношении них не отменяется решение, пока у нас такой практики нет. Спасибо, что, друзья, посмотрели данное видео. Успехов вам в решении оформления статуса и получения приема гражданства, получения паспорта Российской Федерации. На связи с вами. Всего доброго.